Слава Богу! Слава Иисусу Христу! В преддверии Пасхи я хочу о некоторых вещах с вами поговорить сегодня. И плюс еще сегодня будет, так получается, прямое включение. Прямо отсюда, с семинара, во время семинара в 7 часов, возможно чуть попозже, будет прямое включение такого радиомост, радиомост Канада, США и Украина. И США будет в этой радиопрограмме один из старших раввинов Нью-Йорка. С Канады будет протестантский один пастор с Торонто. «Подключаться с Украины буду я, как архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви». Этот радиомост, он посвящен теме как раз Песох, Пасха, празднество это. И включение будет прямое. Запись можно будет это все посмотреть, послушать, вернее, послушать это радиомост, послушать на сайте радио, интернет-радио Вера. Это канадское русскоязычное и украиноязычное радио. В Канаде очень много проживает украинцев, большие диаспоры. И само это радио, оно было основано именно для западного побережья Канады и США. И наши братья очень просили меня поучаствовать в этом. У них сейчас утро начинается, и у них будет это в утренней программе, в прямом режиме времени. Я думаю, многим украинцам, русским, там будет приятно услышать как раз голос именно с Украины. Ну, а нью-йоркский пастор будет обращаться больше к евреям. Мы не будем, по возможности, у нас нет времени именно быть, да, пожалуйста, у нас не будет времени все прослушать, потому что я дам вам послушать только лишь, да, спасибо, только лишь вот мою часть. То, что я буду говорить, вы это будете слышать. Это будет с помощью телефона на громкой связи. Вы услышите вопрос ведущего. Ведущий будет задавать то, что он Рамину и пастору будет задавать. Это в записи потом будет все на сайте. А то, что мне будет звучать, вот, то, что уже составлено по вопросам радиослушателей, это вы будете слышать, а мои ответы вы будете слышать от меня лично и радиослушатели наши. У нас как в анекдоте буквально будет Рамин, пастор и батюшка. Я таких очень много слышал, анекдотов разных на эту тему. Вообще тема такая неисчерпаемая. О, я попрошу как раз, да, поработать сегодня нашего фотокорреспондента Анастасию. Какой же батюшка без креста? Чтобы никто не сомневался, а то скажешь, батюшка-то не настоящий. Нет, но радиослушатели, они, конечно, не... Радиослушатели меня не увидят, конечно, да. Я только буду голосом там, слышим. Но, значит, те, кто в трансляции сейчас подключаются, пусть они, как бы, не сомневаются. А что, батюшка, перед ней нет. И я чуть позже включу телефон, пока еще жители Канады спят или пробуждаются, просыпаются, лениво подтягиваются в своей кровати. Я знаю тебе, мы уже завершаем свой день рабочий. Я Бога благодарю, что вы выделили это время. Сегодня пришли сюда для того, чтобы многое новое узнать. Но не просто что-то получить, информация, а получить свободу определенной. Потому что истина Божьего Слова и правда историческая помогает многим душам освобождаться. И еще сегодня такой небольшой сюрприз для всех нас. Приехал дьякон Иван. Встань, пожалуйста. Помаши рукой. Братьям, сестрам. Из Днепропетровщины. А как, присядь. Из Днепропетровщины, из Днепропетровской области. И сегодня я хочу его благоставить. Он несет служение дьяконское, но пока без рукоположения. Сегодня я хочу его благоставить. Ну, это в завершении, наверное, уже. Когда будет у нас ближе к молитве время. И я хочу просить, чтобы вы молились тоже за него лично. Благоставили его дьякон Иван. У нас в Днепропетровской области пока еще все только начинается. Есть один только священник у нас пока там. И вот будет дьякон. И в дальнейшем, даст Бог, тоже и священник. Потому как подрастают кадры реформации в Украине в разных областях. На будущей неделе у нас будут гости тоже. Наши священнослужители из Крыма и из Черкащины. Черкасской области. Даст Бог из Молдовы. Вот так же отец Иван собирался тоже присоединиться на будущей неделе. Некоторые темы. Я очень хотел бы, чтобы наши братья тоже вышли сюда и сказали кое-что. У них есть очень хорошее свидетельство. Поверьте. Очень интересное свидетельство. У нас небольшая епархия. У нас небольшая архипископия. Мало пока священнослужителей, но очень есть интересное свидетельство, примеры. Как люди от традиционализма, от религиозного формализма порой приходят к живой вере в живого Бога. Это очень хорошее свидетельство, знаете ли. Очень красивое свидетельство. У нас в августе месяце будет собор. Кстати, кто собирается в Киев в августе, пожалуйста, не пропустите. На преображение Господне такой анонс сразу дам. И для наших зрителей онлайн. Я извиняюсь за плохое качество. Во-первых, это из-за низкого, ну как бы, связь, слабоватой интернет-связь. А во-вторых, технически, значит, без микрофона и ловит звук именно вот таким образом. Поэтому были уже просьбы в дальнейшем семинар повторить, но уже сделать это более качественно, тоже онлайн. Я постараюсь это сделать уже, ну, после Пасхи, уже после Пасхального времени. Скорее всего, начало мая месяца я снова буду в Украине проводить семинары. Буду в Харькове служение в нашей церкви, там, в Харьковской. Буду проводить богослужение. И потом в Дипропетровске, в Соленом буду. И буду с братьями, сестрами. Также, надеюсь, вместе участвовать в этом таком онлайн тоже семинаре. Друзья, о вопросах, о вопросах. Я коротко постараюсь ответить сейчас на некоторые вопросы, а потом уже пойдем дальше. Интересный вопрос вчера пришел. Сестра одна, если не ошибаюсь, и пишет, судя по почерку, да, наверное, сестра. Очень добросовестно пишет так. Насчет неканонических книг читать любит человек? Сираха, Третья и Ездры, Иудифи. Можно ли их считать истинным, чистым Словом Божьим и цитировать, исповедовать с верою? И далее. Это книги неканонические, апокрифические. И, безусловно, в них есть много назидательного, полезного. И мы встречаем много текстов назидательных, но это неканонические писания. То есть, их ни тогда, допустим, во времена земной жизни Иисуса, да, ни сейчас, ни евреи, ни христиане не признавали и не признают Бога вдохновенным писанием, Божьим Словом. Ну, допустим, вот упомянутая книга Третья и Ездры, ну, как и вторая тоже книга и Ездры, они написаны были, насколько мне сейчас память не изменяет, спустя несколько столетий после уже самого Ездры. То есть, авторы неизвестные, но подписались именем Ездры. Возможно, что какие-то письма или писания, записки самого Ездры легли в основу вот этих книг. Возможно. Но, а возможно, это просто плод коллективного творчества некоторых еврейских писателей или же даже нееврейских писателей. Поэтому эти писания нужно цитировать очень осторожно. Лично я противник того, чтобы на них именно строить доктрины. Но как примеры вполне возможно. Я, допустим, проповедую, когда я говорю из канонических писаний, принципиально держусь в такой практике, привожу пример, цитату, допустим, из канонических писаний. А уже как иллюстрация, это возможно и из книг неканонических, это и из литературы, из истории, из жизни, из своей личной жизни. Примеров можно приводить очень много. Вопрос еще такой, что, значит, да, вопрос, что я не люблю и не очень хочу ходить на могилу моей бабушки и покойного мужа. Вот вопрос, значит, естественно, они могилами находятся в запустении. Мои родственники меня ругают и о нерадении за близких. Я мучаюсь в поисках ответа. Не грешу ли я? Вы знаете, это даже если это грех, но это не их смерти, конечно, грех. И скажу, что, конечно, наш долг перед умершими, как последняя память наша, это элементарно хотя бы ухаживать за могилкой, навести наряда. Понятно, что это не очень, как бы, приятное посещение. Честно говоря, я сам не люблю кладбище, но по долгу службы и служения моего там не приходится бывать на кладбищах. И скажу, что зрелище не очень приятное. Конечно, украинские кладбища многие, не все, но большинство кладбищ в Украине, в России, это, конечно, очень печальное зрелище. Чаще всего такое гнетущее очень производит впечатление, к сожалению. Даже не то, чтобы там не прибрано или прибрано, а вот само отношение к кладбищам, само неправильное времяпрепровождение, будем договорить, оформление само. Мне очень нравится в США. Я посещал тоже кладбище много в США. И по служениям, и, значит, мемориальные были служения. У нас как раз день ветерана был. И собирались ветераны Второй мировой войны, ветераны других войн. И я проповедовал, значит, перед ветеранами. Там много было русскоязычных ветеранов в США. И с орденами, медалями. И церемонии были и на кладбищах, и, притом, в разных штатах. Порядка 20 штатов, где я побывал на кладбищах, именно с такими мемориальными служениями. Целый цикл был мемориальных служений. И это было и осенью, и летом уже. Так вот, что интересно. Чаще всего очень хорошие впечатления производят американские кладбища в сравнении с нашими кладбищами. Почему? Ну, во-первых, чистенько, да, мне очень это нравится. Во-вторых, нет вот этого, знаете ли, неправильного отношения. То есть, как у нас, вот, пора бывает, грабки всевозможные, знаете ли, вот эти вот радуницы. Я буду об этом рассказывать тоже. Ну, как бы, это... В записках здесь есть, в вопросах есть еще. Вот здесь и в большой записке такой брат передал. Здесь тоже есть пару вопросов. Именно на кладбище, да, вот. На кладбище поминки, говорить с мертвыми, пить и так далее. И вот вопрос такой, ну, как бы, насколько это допустимо. Конечно, скажу так, что кладбище это не ресторан. Кладбище это не место для пикников. Знаете ли, у вас тоже такое происходит, я знаю, да, что на, ну, этих праздниках пасхальных люди многие едут на кладбище, застилают могилки, застилают полотенчиками, ставят продукты питания, да, пьют, там выпивают, закусывают, кушают прямо на могилках. Наливают покойникам. Я сколько раз такое наблюдал раньше. Вот это, конечно же, отголоски язычества. Сегодня, слава Богу, уже больше и больше батюшек об этом говорят. Притом, и неважно, московского, киевского, архата. Многие священники сегодня уже забили тревогу серьезную. Как бы, лучше поздно, чем никогда, конечно. Но отголоски вот этого языческого прошлого, они налицо. Мы, знаете ли, на уроках по истории порой там можем посмеиваться над этими фараонами, допустим, древнего Египта, которые там верили, что им там в загробном мире нужно будет много всего остального, да, там зерна, там продуктов, там вещей. На что оно все им? Но люди верили так. Хорошо. Мы посмеялись над их глупой верой, ненужной верой, никчемной. А сами же порой делаем то же самое. Называя себя христианами. Идем на могилки, ставим там отдельный прибор умершему, там наливаем его. А люди что, представляют, что пока он не будет кушать, что ли? Что он там достанет конфетки, распоживет, там расфантики выбросит. Или как они представляют? Или просто там, значит, бомжи упоминают? Или птички, там, зверюшки? Я не знаю, как они представляют. Но на самом-то деле, кладбище это не место для пикников. Это не место для выпивания и закусывания. Ни в коем разе. Это, скажу, что мне сказали сегодня, что уже меньше все-таки волна на кладбище на пасхальные дни, чем в прошлые годы. Дай Боже, конечно. Дай Боже, чтобы многие люди это осознали. Поняли это. Тем более, это в практике пьянство на кладбищах, оно приводит к спиритизму. Очень часто. Люди потом говорят, откуда у меня вот это, откуда у меня эта болячка, откуда у меня такие там эти онкологии, откуда что. Дело в том, что на кладбище, когда люди в горести, потом они кушают, трапезничают, то есть они, по сути, имеют общение с бесами. По сути. Даже если они особо об этом не задумываются. Но, знаете ли, врагу дается возможность действовать в судьбах людей. Я буду говорить тоже, даст Бог уже и завтра, приступлю к этой теме как раз. Более детально, исторически, как это появилось в жизни церкви христианской. Да, вопрос, когда иконы мира точат, это сегодняшняя записка уже, я вчерашнюю тоже оставлю еще. Иконы мира точат. Во вчерашней записке тоже есть два вопроса, именно об этом как раз. От Бога это или от дьявола? Вы знаете, мое мнение, что это чаще всего и не так, и не так. И не от Бога, и не от дьявола. Чаще всего, вот я лично сам наблюдал такое не раз, чаще всего это просто от человеков. Даже и не от Бога, и не от дьявола. Чаще всего, знаете ли, это проделки религиозных аферистов. Здесь без сверхъестественного, абсолютно. Хотя бывает и такое, что люди не только верят вот этим аферистам в рясах, но есть и просто вот такое желание толпы, видеть что-то чудесное и потом признать, что король-то голый, как бы не у всех хватает духу. К сожалению, вот аферизм такой, спасибо, религиозный, он присутствует. И очень часто. Я лично с этим сталкивался не раз. С этим сталкивался... Кстати, Петр Первый, вот русский император, российский, он первым с этим стал бороться довольно активно, вот с этим аферизмом. Потому что им пытались в свое время манипулировать некоторые религиозные лидеры. И пытались ему говорить, вот так и так, мол, Ваше Величество, вот, видимо, неправильно вы ведете себя, потому что матушка нам, Богородица, заплакала, где-то там икона плачет. Либо кровавые слезы, либо там миром. И пытались им манипулировать. Но, в отличие от своего батюшки, от Алексея Михайловича, царя русского, Петр Алексеевич был себе на уме. Знаете ли, и характер был он другого. И там, где сядешь, там и слезешь с него. Тем более, что он побывал на Западе и много что посмотрел там, в Амстердаме, в других городах. Он много что видел. Ему показывали тамошние христиане, уже пережившие реформацию, как раньше их отцов обманывали западноевропейские коллеги наши, аферисты, католические. Которые тоже в свое время очень много обмана производили. И ложных чудес таких. И, кстати, в Амстердаме до сих пор есть, допустим, музей Инквизиции. И там есть, я был в этом музее. И там, значит, есть экспозиция такая, где как раз показывают и подобные вещи. То есть, реально, это не новые вещи, это старинные вещи, которые выставляются до сих пор. И людям показывают все это. Как это все происходило. Ну и Петр Алексеевич, видимо, это все посмотрел. Потому что он не верил уже, всему попало. Он ехал на место, разбирался на месте, смотрел конкретно. Плачет ли он или не плачет? А если плачет, почему плачет? А в чем дело плачет? По ком слезы льет? Что случилось? Петр Алексеевич, знаете ли, он вскрывал даже иконы, известный факт. Одну из икон при нем вскрыли и обнаружили аферизм. Обнаружили обман. Емкость, которая заполнялась раствором определенным, который постепенно проистекал из-под красочного слоя. И этих священников, этих аферистов в рясах, их отводили на конюшню, там их пороли хорошо. Вот, чтобы не было повадно, знаете ли, сразу пыль поостыл у них. А известный факт, Петр Алексеевич издал такой указ в то время, что если в каком селе икона заплачет, то поповские задницы будут плакать кровавыми слезами. Не знаете, до самой смерти Петра Алексеевича все, чудеса таких прекратились. Вот, и конечно же, ну, вот поэтому я вам сказал мнение свое, оно обосновано, что чаще всего это, почти всегда, это и не от Бога, и не от дьявола. Чаще всего это просто аферизм. Значит, хотя, есть и природное явление, да, на самом деле я художник по специальности и немного реставрацией занимался. До 88-го года я работал в мастерской, и мои друзья, некоторые, ну, как бы сейчас в союзе художников России, и неплохо выставляются очень. Некоторые пошли по этой стезе реставрации, и я знаю, как специалист, именно природу подобных порой проявлений, обновлений красочного слоя, так называемое, которое людям неграмотно кажется, ну, в этом неосновленном, кажется сверхъестественным, но имеющее естественное происхождение. Потом, происхечение, допустим, из слоя, как бы, вещества, оливы или что, которое похоже на происхечение именно, как бы, сверхъестественное. Хотя, на самом деле, вполне естественно, это все объясняется. Есть об этом литература. Кстати, насколько я помню, первым из художников, кто занимался реставрацией неплохо, это русский художник Гарабарик, он об этом даже писал статью, даже не одну, по поводу как раз именно разоблачительных вот этих моментов от икон. Потому что лично он, как художник, в своей мастерской, он производил снятие красочных слоев, более поздних, чтобы самые первые слои, древние слои обнаруживать на иконах, допустим. И, как бы, все становилось понятным, почему именно икона мирночила. Представьте себе, порой из десяток красочных слоев, покрытых оливой, и, безусловно, все это производило, значит, в храме порой действия, похожие на мироточение. Но художник Гарабарик просто-напросто все естественным образом объяснил. И многим было понятно, почему это происходит. То есть, не надо, как бы, желаемость действительно выдавать. Хотя я, знаете ли, не отрицаю, что возможно и сверхъестественное бывает что-то вот в этом направлении. Я не говорю, что все это просто о человеке. Возможно и есть сверхъестественное. Но вопрос такой у меня возникает. Я сам не видел такого, но я просто допускаю, что возможно и есть сверхъестественное. Но вопрос такой. От кого это? От Бога или от дьявола написано? Да? Но я на самом деле, я тоже верю тому, что есть два источника сверхъестественного, чудесного. Бог и дьявол. Истинный Творец, небо и земли и тот, кто является врагом Бога и врагом рода человеческого. Человека убить от начала. Божьи чудеса, они проставляют Бога. Если икона мира точит, она проставляет не Бога. Хотя люди могут, конечно же, каким-то образом к Богу прийти. Но, знаете ли, чудеса такие, если не чудесные есть, то это не от Бога чудеса. Потому что Божьи чудеса, в согласии с Божьим словом, они всегда проставляют Бога, Творца. Они не проставляют изделия рук человеческих и не проставляют человеков, но проставляют Бога. Но я обычно говорю так, друзья, те, кто очень любит такие чудеса, я говорю, пожалуйста, давайте договоримся, воздавайте славу Богу. Хорошо, вы получили даже, вы говорите, какое-то чудо в своей жизни, допустим, да, вы молились, но воздайте славу Богу. Ведь от Него написано, от Отца Светов, всякое даяние благое и да, совершенное свыше сходит. От Него лишь, от Бога. Вопросы еще о пасхальных куличах, это, кажется, сегодня я расскажу кое-что об этом также. Наверное, хватит, у нас мало времени уже. Друзья, я буду постепенно отвечать на вопросы. Просто есть вопросы некоторые, которые уже по теме, они будут иметь ответы более подробные. Я даже принес сегодня такую иллюстрацию. Ну, кулич не принес, но, может, потом как-то принесут. Вот, значит, маца, иллюстрация такая, насчет пасхальной темы как раз. Потому что праздник Пасхи, он еще имеет другое название в Библии, это праздник опресников. Праздник опресничных дней, опресников. То есть праздник, праздник мацы, праздник пресных хлебов. Да, спасибо. Я об этом расскажу как раз тоже сегодня. Так, друзья. И когда совершается праздник Пасхи, каждый год по-разному, мы знаем, да, в разные дни. Но, вообще-то, по библейскому календарю, оно всегда в одно число. По лунному календарю, по еврейскому календарю. Это 14-го Ниссана, с 14-го на 15-го Ниссана. В этом году это соответствует ночь с 6-го на 7-е апреля. То есть вот уже через пару дней уже совсем рядом. Это Пасха. Пасха, это та самая Пасха, которая библейская. То есть по библейскому календарю. А почему сегодня, допустим, многие из нас, многие в Украине, в России, убеждены, что Пасха, допустим, в другое время. А эту Пасху библейскую обычно называют в народе еврейской Пасхой. Хотя она не только для евреев. Она для всех тех, кто верует в Бога, Абрама, Исаака, Якова, верят в Иисуса Христа, по сути. Но ее называют еврейской, потому что именно в еврейском народе сохранилась верность этой традиции. Что не скажешь о христианстве, к сожалению. Так вот, и в христианской традиции праздновать Пасху в другое время. Позже, но не вместе с иудеями. Совершать ее гораздо позже. И вот, значит, по календарю православной церкви Пасха будет, когда? 15-го, да, получается, числа. Вот семинар обозначен до 14-го апреля. И вот 15-го апреля по всем храмам, значит, православной церкви, по Украине, по всей Руси, матушке, будет звучать Христос, воскрес, там и прочее. Красивые приветствия. Но дело в том, что это правильно, конечно, наша Пасха Христос, поэтому мы можем в любое время праздновать. Воскресение Христа. Но календарная Пасха, она вот начинается вот в эти дни. И дело в том, что... Почему вот такая у нас, как бы, неточность в праздновании? Почему мы, христиане, историческое христианство стало праздновать в другое время? Здесь две проблемы, как бы. Первая, это антисметизм. Вторая, цезарепопизм. По поводу цезарепопизма вчера я немного рассказал, да, вам? Цезарепопизм мы записали, что это подчиненность церкви государству. Здесь очень, как бы, большую роль сыграла подчиненность церкви государству, потому что государство давало политический заказ на смешание с язычеством и отрыв от еврейских корней. Антисметизм – это ненависть к евреям или нелюбовь к евреям, или же вражда против евреев, по-разному именуют, но это антисметизм. Есть много разных народов на этой земле, и здесь, в зале, и среди наших тоже зрителей, люди наверняка разных национальностей, разных культур. Чаще всего в нас много разных кровей сейчас, переплелись разные народы. И сегодня многие народы, они, ну, смешались на самом деле, это правда. И сегодня, допустим, и во мне есть разные крови, и мои предки очень разные люди разных национальностей. И они вместе, и я понимаю, что я такой коктейль, как бы, получился пред Богом, но я, кровяной коктейль, на тебе, с разных кровей. Но, конечно же, я знаю там то, что апостол Павел сказал, в Библии записано в деяниях, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли. После как раз Иисуса Христа, в новозаветное время, уже 2000 лет продолжается смешание народов. Потому что разделение, оно теперь стало непринципиальным. Если до Иисуса Христа оно было принципиальным, сейчас оно стало непринципиальным. И очень многие народы смешиваются. Но в такой не очень дружной семье народов нашей планеты, есть один народ, который сам Бог создал для особой миссии и для своей славы. У каждого народа есть свои плюсы, свои минусы. У каждого народа есть своя судьба определенная. Но есть народ, который Бог создал, мы это из Библии читаем. Бог нашел Авраама, человека, который мог верить, доверять Богу во всем. Он очень верующий человек. Его жена была очень верующей женщиной, Сара. Авраам и Сара. Бог испытал их очень сильно. И дал Аврааму родить Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил патриархов, пророков, народ. Получилось, что народ Израиля и единственный народ на земле, который Бог как бы создал специально в этом мире для того, чтобы говорить этому миру, что Он есть, что Бог есть, что Бог существует, что есть истинная вера в единого Бога. И когда один король однажды спросил парикмахера, по-моему, что вот в двух словах, скажи мне, докажи мне, что Бог есть, что Бог существует, этот цирюльник сказал следующее, евреи, ваше величество. Все было понятно, что Бог таки есть, Бог таки существует. И Израиль первенец Бога. Это библейская истина. Фараон, которого мы тоже вспоминаем в эти дни пасхальные, про образ дьявола и отступнического такого человечества, фараон обиделся. Он считал свой народ передовым и себя считал божеством. И кто-то, оказывается, есть первый, старший. И он не хотел смиряться. Если бы фараон сказал бы, хорошо, вы первенцы, но мы будем вторыми тогда, мы зайдем, кто за вами? Никого. Мы будем первыми за вами сразу, и мы пойдем за вами. Тогда бы история была бы совсем другая. Но фараон огорчился, фараон ожесточился. Мы знаем, что это все послужило для славы Божьей, конечно. Фараон был наказан очень жестоко, и его народ был, те, кто не уверовали, большинство египтян не уверовало, они были поражены наказуемым Богом. Египет очень жестоко пострадал. Хотя было и немало тех египтян, которые уверовали в Бога, Авраама, Исаака, Якова, послушались Моисея как пророка, и даже вышли из Египта, обрели новую веру, обрели надежду, обрели любовь к Богу, и стали частью народа Божьего, который Бог создал из евреев и тех язычников, что вышли из Египта. История очень интересная, друзья мои. Так вот, и праздник, вот вернусь к Пасхе там, праздник Песоха, праздник Пасхи, христиане отмечали вместе с евреями. Да, кто такие христиане? Это те же самые евреи, которые уверовали в Бога, которые приняли Иисуса как Христа, как Мессию. И скажу, что, конечно, первые апостолы, многие, конечно, люди и в Украине, и в России сегодня, ну как бы, возмущаются порой. Как? Иисус Христос еврей? Я помню, когда разговаривал в России с женщинами православными, и я возьми, да и скажи, что Иисус Христос, как еврей, что-то там он сделал. Как? Как? Какой еврей? Да вы что, батюшка? Я говорю, ну как же, ну мама его, по крайней мере, еврейка. Как? Богородица, Пресвятая Богородица еврейка? Не может быть. Я как бы так, ну думаю, ну как же так. Я вспомнил Бердяева, который говорил, что антисметизм это чаще всего невежество, просто элементарное невежество, незнание. Ну хорошо, я стал по порядку, чуть не дадам, объяснять всю историю, и как все это произошло. И в конце концов, они признали, что да, Иисус и Мария, это евреи. Одна из этих женщин была расстроена. Она всю жизнь промолилась Богородице, и была жуткой антисметки по жизни. И представьте, на старости лет узнает вдруг, что промолилась еврейке, оказывается, всю жизнь. Она была, конечно, очень расстроена, но, думаю, ничего. Потом, когда расставались, они уже говорили, хорошо, батюшка, Иисус и Мария, это евреи, ладно. Но, говорит, наших Петра и Павла, говорит, не трогайте. Я думаю, ладно, о наших Петре и Павле потом как-нибудь расскажу. А то слишком много стресса будет для одного дня, знаете ли, пожалею нервы. И, а то будет уже пахнуть всемирным еврейским заговором, знаете ли. В храм зайдешь, ну, больше половины, одни евреи висят, портреты, знаете ли. Целая галерея из Ветхова, из Нового Завета, одни евреи кругом. Что такое? Да и дело в том, что сам наш Бог, он себя называет Богом евреев. И если хочешь быть с Богом, будь евреем. Евреи это не просто нация, евреи это не просто кровь, евреи это не просто, скажу так, быть частью, допустим, культуры какой-то определенной. Нет, быть евреем это в первую очередь быть человеком Бога. Верить, как верил Авраам, отец всех нас. Отец тех, кто любит Бога, готов за Ним следовать, кто доверяет Ему и идет по стопам Отца Веры. Слава Богу, друзья мои. И, конечно, те, кто идут по стопам Веры, Отца нашего Авраама, те пытаются иметь и любят тех, кто идут также в этом же направлении. Слава Богу. И, как помните, в одном фильме там было катаклизм, какое-то там землетрясение, что-то еще, там не помню, инопланетяне, какие-то ужасы. Значит, и люди молятся, каждый по-своему, и какой-то гражданин там в Америке бежит, и евреи стоят молиться, и один говорит, ну, с нами помолюсь. Он говорит, я не еврей. А тут говорит, мы все несовершенны. И, знаете ли, но Бог, Он нас слышит, Он нас понимает, Он любит нас, какие мы есть. Мы очень разные люди. Знаете ли, но Бог нас очень любит. Он отдал Сына Своего за нас, Иисуса Христа, Мессию, который, как написано о Нем в пророчествах, помните, когда еще Иисус был маленьким ребеночком, у Луки записано, когда принесли к храму, принесли за благословением, да, принесли жертву положенную. Так вот, Симеон, мы его называем в традиции православной еще богоприимцем, потому что он принял Бога на руки вот свои, благословил Бога, и, как бы, сказал, ныне отпускаешь раба твоего, по слову твоему с миром, ибо видели глаза мои отчимы и спасение твое, которое ты приготовил по лицу всех людей. А дальше интересно, он сказал, свет к просвещению язычников, и славу народу твоего Израиля. Представьте себе, у Иисуса две, как бы, таких, не по стаси, а как, два путя таких, что ли, два таких вот, как бы, служений особых. Некоторые обижаются, когда читают в Дном Завете, что Иисус сам сказал, что я послал только к погибшим овцам Дома Израилева. А говорят, а как же мы, допустим, украинцы, русские, тут еще африканцы, там, американцы. Дело в том, что Иисус есть свет к просвещению всех народов. Это номер один. А номер два, и слава народа своего Израиля. Вот два его особых пути, особого предназначения. И я скажу, друзья, поэтому Иисус не только для евреев, Иисус для всех, для всех народов нашей земли, нашей планеты. Я был в Заполярье, я видел людей, спасающихся, принимающих Христа. Людей, которых, ну, как сказать, ну, в нашем культурном понимании трудно назвать людьми, в полном смысле слова. Ну, как дикари, по-нашему, если вот. Люди, которые живут, ну, совсем другой же, как будто с другой планеты люди. Люди очень ограниченные, хотя по-своему очень хитрые и умные, по-своему, но в своем мире. В тундре, допустим, в Заполярье, там, возле океана этого северного ядовитого, или как его сейчас называть, там, северным ядовитым океаном, значит, из-за этих выбросов всяких там. Так вот, попробуй там выживи. Вот, если нас пусти туда, в тундру, знаете ли, выжить, мало кто из нас выживет вообще, переживет там даже первый день, значит, нахожусь не в тундре. А эти люди приспособились так выживать, находят такие, знаете ли, ходы, где выдаешься. Там неделями нужно, ну, допустим, неделю целую идти, ехать там по тундре, чтобы добраться до там своего там дома. И нельзя даже, ну, извиняюсь, в туалет сходить. А как неделю терпеть, представьте себе. Они придумали нам такие вещи, что вот, расскажешь, не поверите вообще. Вот, и при том это без всяких там памперсов. Они сами придумали такие вещи, там, мох, допустим, да, они его высушивают там у себя, и потом набивают полную штаны, знаете, как космонавт этого мха. Да, вот так вот. Это маленькое сравнение. Люди никогда не моются. Вы представьте себе там, что творилось. Мы когда проповедовали этим людям, они не знают, что такое помыться полным омовением. Как бы, это странно представить. Люди натираются жирами всякими. Но нет хорошей жизни, они это делают. Потому что жизнь такая. Потому что, ну, мы были уже, как бы, уже, по-вторых, это было уже тепло. Как бы, 31 мая, а там снегу по колено и метель. И говорю, завтра уже лето. Они мне говорят, братья местные, воркутинские братья, говорят, знаете ли, батюшка, у нас будет июнь, это еще не лето. А июль, это уже не лето. А все остальное зима. Я думаю, жестко у вас здесь, конечно, в тундре. Но, знаете ли, но люди живут, люди живут. И вот там есть христиане, белые вот наши, русские там, украинцы, живущие в Иркуте, которые уезжают на миссию к океану, в эту тундру, выискивают этих вот чукчинянцев, зовут их разные народы, есть малые народы, вымирающие, им благовествуют. И, знаете ли, я видел этих людей, ну, они как дикари, да, но даже живут они там, ну, как бы там коммунизм. То есть, как бы, жены общие, дети общие, там, как бы, вообще там, живут, как, Ренгельс только мечтал о таком коммунизме, как бы. Вот, рыба общая, олени общие. Вот, значит, и, в общем-то, они живут такой жизнью. Но, знаете ли, да, кстати, женщина, ну, бабушка какая-то подошла, ну, думала, может, лет 60, и, оказывается, ей 20 нет даже еще. Вот, но при той жизни они уже 20-летние, значит, выглядят как наши 60-ти, их даже чуть больше летние. Вот такая жизнь там, очень суровая жизнь, конечно. И вы знаете, но я видел людей, которые каются, и жизнь их изменяется. Знаете ли, они слышали об Иисусе Христе, им уже говорили некоторым, некоторые уже покаялись, некоторые еще на пути были покаянием. И Бог их прямо в тундре спасает. И они слушают об Аврааме, слушают об Исааке, об Иакове, о евреях. Ни одного не приезли, за всю жизнь их в тундре не увидели. Но они слушают и любят евреев, которых ни разу в жизни не видели. Как они их местам летать не знают, но любят. Потому что они любят Иисуса Христа. И вот Иисус Христос есть свет к просвещению всех народов. Где понежели эти народы? На нашей планете много разных народов. Некоторые еще находятся, ну, как бы в очень низком состоянии таком, да, культурном. Но Бог приходит и в эти народы. Как, допустим, там в африканских некоторых народах, в Латинской Америке есть народы некоторые, малые народы. Там, допустим, был случай, рассказывали о миссионерах. Приехал один миссионер, там тоже, Центральная Африка. Его съели. Ну, не поняли правильно его проповедь, наверное, не знаю. Ну, просто его съели. Вот, реально, за ужином там, не заведом, не знаю, не уточнял там. Вот, но самое интересное, другой миссионер, он узнал, что брата съели. Он тоже поехал туда благовествовать. Его распяли. Но он выжил, чудесным образом выжил. И самое интересное, пришел снова в племя, которое его распяло. Он проповедовал о распятом. И ему, ну, у них там гвозди, видимо, нет было. Его не прибивали никуда. Просто лианами примотали. Ну, сделали как крест. Примотали. И возле реки, и оставили, и ушли. А это верная смерть. Знаете ли, это, как бы, во-первых, это все развязать невозможно. Оно все, как бы, знаете, даже может поломать тебя. И, значит, и тем более возле реки. Там все, там все эти твари до первого хищника и все. Так вот, самое интересное. Он очнулся, он потерял сознание. Уже было безбоживание. Все, значит, и... Но звери не трогали его. Но он потерял сознание, это миссионер польский. Он пришел в себя, уже будучи внизу, развязанным. Это невозможно, ли оно развязать. А было развязано. И, самое интересное, он взял все это и пришел в племя, и показал это все. И, знаете ли, они стали слушать его внимательно. И стали пкаяться. И, несмотря на то, что они съели первого миссионера, а второго они послушались уже. Они послушались и приняли Христа. Ну, не все, но многие приняли там Иисуса Христа. Вот так вот. То есть, как бы, знаете ли, и в любом племени, в любом народе, там, где благовествуется об Иисусе, Иисус является светом к просвещению народов этих. Всех народов нашей планеты. Слава Богу. И, друзья мои, и Он есть слава народа своего Израиля. Возвращаясь в тему об антисемитизме, друзья мои, к сожалению, значит, из-за проблемы антисемитизма в церкви очень много проблем возникло дополнительно. И вот время празднования Пасхи, насколько я помню, это было вообще самым первым, что христианская церковь, ну, допустима, как бы. Еще в то время, когда наши братьев с вами бросали кальвам в римском колизее, в это время произошло следующее. Возник такой разговор, как бы, епископов, священнослужителей церкви. Один из них был папа римский или епископ римский, Виктор. Так вот, и интересно, было предложение праздновать Пасху не в то время, когда, значит, евреи празднуют, а в другое время, чтобы отделяться, чтобы показывать, что мы не евреи, евреи не мы. И малоазиатские епископы написали ему, этому Виктору, что мы не согласны с этим. Зачем? Ведь уже праздновали наши отцы, там, апостолы Иисуса Христа, а сам Христос, все было чин по чину. Зачем нам менять эту традицию, которая существует со временем еще Моисеева? Ну, ладно. Спор, как бы, Ирине Леонский написал вообще, французский епископ тогдашний, он написал так, давайте, братья, мы рассудим, что каждый, кто как вот понимает, так пускай и ведет служение. Кто-то, допустим, будет праздновать вместе с иудеями, то есть так, как Бог сказал, а кто-то будет праздновать уже по-новому. Ну, на том и постановили. Но когда церковь вышла из подполья, этот спор стал, знаете ли, уже принципиальным. Я вчера говорил, и позавчера немного об этом, это было время какое? Начало четвертого столетия, кто-то из вас помнит, да? Начало четвертого столетия, когда со времен Константина и его матери Елены, этих императоров, христианская церковь, она вышла из подполья, она уже легально проводила свои служения. Так вот, император Константин, он писал письмо, такое, послание к церквям. Его можно прочитать, на некоторых сайтах публикуется это письмо, в русском переводе. И, что интересно, скажу, что Константин, он был антисемитом. К сожалению, он был очень таким серьезным антисемитом. Он называл евреев очень страшными словами последними и повелевал, как император, христианам праздновать в другое время, не вместе с Иудейной Пасхой. Казалось бы, это лишь мнение императора, но к нему прислушались многие христианские епископы, ну, чтобы не портить отношения с его величеством, императором Константином. Потом прошло, ну, 200 лет, к примеру. Спор, не спор, а, как бы, церковь стала отдаляться от еврейской традиции еще дальше. И вот сама вот эта кульминация трагедии была в шестом столетии. Вот почему я вот взял еще, как иллюстрацию, мацу сегодня, да, значит, и, ну, кулич вы все знаете, да, что такое. Это, значит, такая булка, хлеб такой, поднявшийся, дрожжевое. Это явно не маца, явно не маца. Так вот, и откуда такая традиция? Это от Бога традиция. Вот есть мацу, есть пресный хлеб, неделю целую, это от Бога традиция. Это для, не только для евреев, никто не говорит, это только для евреев. Ничего подобного. С самого начала, с самой первой Пасхи, это было не только для евреев. Это было для евреев, и для тех неевреев, что уверовали, для всех уверовавших Бога в Рамы, Исаака, Иакова. Для всех тех, кто тогда поверил Моисею, как пророку, и прислушался к этому слову, и пошел из Египта. Кто вышел из Египта? Есть разные предположения, сколько неевреев вышло в то время, и сколько неевреев осталось. Разное есть мнение. Есть историки, которые предполагают, что примерно до трети всех вышедших были неевреи, так или иначе. Египтяне разных народов, язычники, вышедшие из Египта, поверившие Богу, Аврааму, Исаака, Иакова. Но были и те евреи, которые не послушались Бога, даже после казни египетских, оставшиеся в Египте. И историки нашли этому подтверждение, археологи нашли этому подтверждение. Да, друзья, я извиняюсь, я в любой момент могу прервать для радио, я уже говорил, да, для такого радиомоста. Хорошо, и по поводу куличей, откуда традиция? В шестом столетии она возникла. И я думаю, что многие из вас, кто бывал в храмах православных или приходит в храм православный, обращали внимание, что даже не только на Пасху, но и вообще в обычном даже служении, не пасхальном служении, совершается служение на квасном хлебе. Это, напомните, просфор, да, просфирка, просфора, значит, двусоставный хлеб такой, поднявшийся из дрожжевого теста. Так вот, и откуда такая традиция? Начиная с шестого столетия, она укоренялась, эта традиция, император Юстиниан и его жена, императрица Феодора. Вот они водили такие традиции. Для чего? Чтобы буквально по-живому оторвать христиан от библейских корней и от еврейских корней, как им тогда казалось. Дело в том, что сама Феодора, жена Юстиниана, она была жуткой антисемиткой. Вообще история такая, я абсолютно расскажу эту историю, время позволяет еще. После радиомоста я сразу буду продолжать, ну, в обычном порядке. Так вот, и император Юстиниан, он влюбился в эту Феодору, которая была безродной, она не была дворянка там, она была с низов, и она была проституткой. Значит, и этим промышляла она, а потом построила бизнес в этом, имела уже публичный дом, потом уже не один, уже сеть публичных домов в империи построила бизнес свой. Если в начале ее карьеры ее клиентами были матросы, там еще кто, то уже в конце ее карьеры, на вершине карьеры, это были олигархи тогдашние, это были известные люди, сенаторы и даже императоры. То есть, вот она сделала очень большую карьеру, и на нее работали тысячи проституток и проститутов, те, которые работали в этих публичных домах и практикующие частно проститутки. В общем-то, этот бизнес, он развивался, хотя официально это было запрещено в Византийской империи, она считалась христианской империей, но из-за коррупции, из-за вот этих проблем, как бы это все допускалось, по сути, чиновники смотрели сквозь пальцы на все это, и как бы, в принципе, любой гражданин знал, что это все практикуется. И как, если вы попадали в город какой-то, допустим, в Константинополь, как вы узнавали, где отдельно практикующая проститутка, где публичный дом, как вы могли узнать? Был своего рода пароль такой, как бы, да, это кулич, мы его называем, сегодня, сейчас кулич, который выпекался в любое время года абсолютно, но кульминацией этого торжества было как раз именно весной, на праздник поклонения божеству в виде мужского полового органа. Значит, и выпекался этот хлеб, он сверху заливался глазурью, которая означала семяизвержение, и украшалось это сооружение обычно вот как раз крашенными яйцами, посвященное божеству, плодородие, и поклонение этому куличу, оно было как бы, ну, как бы, в Византии знали, это, как бы, оккультная традиция, древняя традиция, которая, как бы, сохранялась в то время. В принципе, не только византийце этим грешили, не только, там, не думайте, это только у римлян, мол, там было, нет, или у греков, нет, это было в разных народах, и сейчас тоже это, в принципе, сохраняется. Даже историки, допустим, говорят, что и в Украине тоже был такой культ, на Руси, Украине был такой культ, и, допустим, западный, сохраняется традиция, допустим, украшать дерево, там, значит, тоже это, говорят, отголоски того самого, как бы, культа еще. Но, вот в Японии был недавно праздник, все из вас, что наблюдают за этими проблемами, там, в Японии, у них сейчас две проблемы, это фокусима, и второе, это, вот, их оккультизм японский. Значит, и, ну, правда, оккультизм они считают своим национальным праздником, и поклоняются мужскому половому органу как божеству именно. Ну, это один из национальных культов, главных национальных культов. Значит, и даже эти чупа-чупсы, они делают в форме мужского полового органа на этом празднике, значит, и большие, значит, сооружения делают. Ну, это как бы, это их национальное японское заблуждение. Значит, это их главное божество, как бы, или одно из главных божеств, значит, Япония. Но скажу, что в разных народах это было. Считается, что даже Вавилонская башня сама историками считается, именно даже не только христианскими, даже не христианскими историками считается, что это было тоже заявление об этом культе. Как бы первое заявление об этом культе. По крайней мере, после Вавилонского столпотворения, вот подобные традиции, они появились в тех регионах, куда с Вавилона разошлись люди. Поэтому, даже если башня Вавилонской и как бы не имела в проекте вот именно такой символ, по крайней мере, в Вавилоне культ был уже в Шумере и в Акаде, и народы, которые разошлись, те же самые древние китайцы, поклонялись божеству Шингму, значит, Святой Матери и, значит, подобным вещам. Так вот, и скандинавы, и африканцы, те же самые египтяне, то есть, как бы имели вот эти вот тоже сооружения специальные, специфические такие. И скажу, что почему сегодня миллионы православных христиан, вот обманутых такой многовековой религиозной ложной пропагандой, кушают эти куличи. Потому что вот тогда, в шестом столетии, значит, вот это внедрялось. Под страхом смертной казни было запрещено христианам есть опресники всю пасхальную неделю. Повелевалось императорским указом кушать только лишь квасное, только лишь вот эти знаменитые куличи. И в домах, и в церквях это поставлять. Сейчас христиане, многие отказывались, их за это казнили. Казнили за то, что они не исполняют императорских указов. И, то есть, по-живому отрывалась церковь от библейских традиций, от еврейских традиций. Так вот, и западные христиане, конечно, тоже заявили протест свой. Папа Римский тогдашний, епископы итальянские, германские, испанские, то есть, западноевропейские заявили протест. Феодора была настолько раздражена. Кстати, она была такая, как бы, новозаветная изобелью. Очень похожа их история, Ахава и Изобелия, на историю, значит, Феодора и Юстиниана. Юстиниан был типичным подкаблучником, настолько хрестоматийным примером, скажу так. Поэтому даже и тогда, и сейчас историки современные предполагают, что это была магия. Христиане говорят, это была, скорее всего, любовная магия. Приворот, или как назвать это правильно. То есть, император даже законы империи переписал, ради этой женитьбы. Помните, Пугачева пела, да, Примадонна, что все могут короли, да, но жениться по любви не может ни один король. Но Истиниан удалось. Он ради этого казнил некоторых подданных, советников. Ради этого переписали законы империи, престола наследия и прочее. То, что император может жениться на ком захочет вообще. Ради этой женщины. И Феодора стала первой леди, значит, да, страны. Я продолжу. Вот как раз Канада на проводе. Нью-Йорк непосредственно. Сейчас Канада. Алло. Здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте. Вас сейчас слышат в прямом включении церковь и все присутствующие здесь в городе Николаеве. Алло, слышите меня? Да, но я пока еще не в эфире. Мы пока не в эфире. О, так. Когда будет время эфира? Потому что время у нас идет уже. Так, прямой эфир. Мы сейчас, буквально, я вас с вами сейчас от вопроса договорю и минутку сразу песню запущу. Давайте сделаем минутку паузы. Хорошо, я послушаю сейчас. Как обсуждали, все, мы сейчас продолжаем. Первый вопрос. Мы сейчас передадим привет с Николаева, да? Хорошо? Да, и люди закивали головой. Мы разбудим наших братьев и сестер, значит, там. Пора им просыпаться. А, у них уже 9 утра, они уже проснулись. Да, да. Да, да. Еще 20 секунд, и мы в эфире. Так что телефон оставляем включенным, и сейчас будет такой радиомост. Ну, мы сейчас в Москве в гости, но он нет. Этот гость, который сейчас прямо в Москве находится на Сен-Саре, он учит людей. Он находится в украинском городе Николаеве. И мы посвящены слушать любви. Украинская и храматорская православная церковь Айхиприс Сергеевич Павлев. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас из города Николаева, из Украины. Вас хорошо слышно? Да, очень хорошо. Вам слышно тоже? Да. Вот люди кивают головой, потому что это прямо прервался сейчас семинар на радио вот этого эфира. И я говорю прямо с кафедры, и люди машут головой и придут привет, да? Привет. Вот если слышите, то смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это очень интересный, такой момент, что вы думаете. Скажите, вы слушали наш предыдущий, и вы слышали все, что мы сейчас делали правильно с инфекцией? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я это был запрещен, и вот сейчас я хотел. То, что chef не с растрюлась? АПЛОДИСМЕНТЫ Кто был предыдущим собеседникам? АПЛОДИСМЕНТЫ Как вам его грязно было на одно白едно? АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, я не слышал, я извиняюсь, я неправильно понял вопрос. Я не слышал сейчас, потому что я был, ну как бы я проводил семинар. ПЛОДИСМЕНТЫ И сделал прямое включение прямо сейчас только. Получим сейчас? Да Но я доверяю Равину, думаю, что он сказал, что он очень хороший. Что-то о себе такое. Очень интересно. Конечно, касательно Пасхи скажу, что если для некоторых людей Пасха это лишь красный день календаря, лишь праздник раз в году, то для меня, как для христианина, для верующего это жизнь. Иисус Христос, моя Пасха, Ишуа Машер, моя Пасха, мой Песох. И этот Песох, этот Пасха продолжается каждый день. И как верующий я не монах, я не изолирован от общества, я не изолирован стенами монастырскими. Я нахожусь в обществе, у меня жена, у меня шестеро детей, я правильный архиепископ. Я убежден, что в согласии со Словом Божьим епископы должны быть людьми женатыми и иметь детей, как написано об этом в послании. И, конечно, живу в обществе, нормальном человеческом обществе. Потому я считаю, что церковь не должна отделяться от народа. Церковь должна быть с народом. Кстати, перед тем, как приехать сюда в город Николаев, я был в очень замечательном городе, в Одессе. Проводил семинар в Одесской народной церкви. Она так и называется, Одесская народная церковь. И мне очень нравится, один из тезисов, который прозвучал там, что церковь из народа и церковь для народа. Для того, чтобы на самом деле люди были спасены. И, значит, как мы, я считаю, принесем вот эту Пасху к людям? Как мы принесем воскресение к людям? Как мы принесем чудо исцеления, избавления к людям, если не будем среди людей? Если, допустим, вспомним Моисея. Он был, значит, воспитанным в Египте. Но потом он пришел по призыву Бога, пришел к своему народу, чтобы спасти. Он был среди людей, и люди его приняли. Те, которые приняли, те, которые поверили ему, как пророку, они были спасены. Ну, а в моей жизни, скажу так, что Пасха, это действительно, это моя жизнь. Я помню, когда в Киеве, значит, в новостройках молодежь меня... И я спросил старшеклассников возле одной школы, как пройти в таком-то дому, такая-то улица. Они видели священника в рясе, я был в такой черной рясе, с крестом на груди. Они говорят, а что, кто-то умер? Представляете, ассоциация. Если батюшка спрашивает какой-то номер дома, какую-то улицу, значит, покойник. А я говорю, нет, говорю, воскрес. Кто воскрес? А я говорю, Христос воскрес. Они говорят, а сейчас же не Пасха? А я говорю, а он все равно воскрес. И хочет вас воскресить. И была возможность у меня со старшеклассниками там поговорить, помолиться, слава Богу. Вот такое свидетельство. А вообще скажу, воскресение Христа, это чудо, это Пасха. Но новозаветное понимание Пасхи, Песоха, это именно исход не только тогда, который был при фараоне, да, при Моисея. Но исход, который совершается по сей день, сейчас, благодаря Иисусу Христу. И каждый покаявшийся грешник, это еще одна душа, перешедшая из царства тьмы в царство света. Вот я так рассуждаю. И как же мы это сделаем, если не будем среди людей? И я считаю, церковь должна быть нормальной. Церковь должна быть народной, близкой к народу. Очень интересно, потому что думал, что кто-то в Лоскове с ним, потому что он, это, я думаю, что их это тоже повеет. И вот это он, что он, что-то в Лоскове. Конечно. В Писании говорится, что наша Пасха, это самая, конечно. Это сам Иисус Христос. Это не просто традиции, это не просто угощение, это не просто, знаете ли, застолье и друзья, собравшиеся вместе с задним столом. Это сам Иисус Христос. И по-настоящему Пасху могут праздновать только лишь те, кто пережили, знаете ли, воскресенье в своей жизни. А так получается, у нас, допустим, не знаю, как там сейчас в Канаде, значит, или в США, но у нас здесь в Украине на Пасху даже самая последняя пьяница вспоминает, что Христос воскрес. Знаете ли, люди вспоминают, но, к сожалению, очень мало кто действительно пережил воскресенье в своей жизни. И поэтому мое такое пожелание, как бы, к людям, не просто приглашайте друзей ваших, знакомых, не просто угощайте их, не просто проводите время вместе в семье, но именно об этом вот молю, чтобы пришла реальность воскресенья вашей судьбы. Дорогие радиослушатели, благоставляю всех вас, и пусть Христос воскресший, Он будет вашим личным воскресеньем. Призовите имя Его, и будете спасены. Бог откроет гробы ваши и выведет вас на свободу. Ему вся слава. Слава Иисусу Христу. Это аплодисменты, вы слышали аплодисменты, это аплодисменты здесь с Николаева. Аплодисменты, это аплодисменты здесь с Николаевым. Ну, я не против тоже дорогого авто, честно говоря. Или хорошей рясы. Но, конечно, вопрос должен быть, наверное, так поставлен, что люди везде люди. И ряса, она не делает человека, знаете ли, каким-то другим человеком. И положение в церкви любой, не только православной, но и в синагоге, положение, допустим, в католической церкви протестантской, оно не изменяет самого человека. Как говорил один великий украинский реформатор, Григорий Савичского рода, у него есть даже такое стихотворение, как бы, о ряса. И по-русски звучит так, что о ряса, как мало кого-то сделало святым, и как много святых ты сделал не святым. И когда ему предлагали одеть вясу и быть служителем в Лавре Великой, и быть столпом веры, как писали лавровские монахи к нему, он написал ответ с Холодной горы, с Харькова, следующий. «Довольно вас, — говорит, — столпов окаянных в этой Бавилонии Великой». В общем-то, он был очень резок на язык, но я скажу, что религиозная, мафиозная, коррумпированная структура — это проблема не только нашей православной, но и вообще в целом, как бы, ну, она присутствует везде фактически. Вопрос в чем? Чтобы люди, облеченные властью в церквях, протестантских, православных, католических, чтобы они действительно были верующими, верными Богу. Вот это хотелось бы. Но Бог может и религиозных аферистов делать хорошими верующими. Он дает шанс всем покаяться и тем, кто наживается в церкви. Помните Яна Гуса? Ян Гус, великий чешский реформатор. Он писал о себе следующее, что он пришел в церковь не потому, что хотел, ну, как бы, верить, там, служить Богу. Он хотел просто, не хотел работать. Он понимал, что, как бы, значит, быть батюшкой — это не мешки таскать, значит, да, как бы, и, в общем-то, тяжелее ходил и ничего не поднимешь, как бы. Он не хотел работать физически и хотел, как бы, иметь денежку, и чтобы перед ним шапки ломали, как бы, и ему это получилось, у него удалось это. И он действительно, значит, стал священником, но потом произошла трансформация такая, определенно, в его судьбе. Он читал Писание, пережил встречу с Богом и стал великим реформатором, и за имя Христова даже отдал свою жизнь. То есть человек пришел ради мамонны в церковь, но стал героем веры. Поэтому Бог может и религиозных аферистов приводить к спасению, и вот тех, кто наживается сегодня. Кстати, слушайте, по-моему, Warner Brothers снимала фильм этот «Сила веры», американский фильм «Сила веры». Кто смотрел? Я думаю, наши радиослушатели тоже некоторые смотрели этот фильм. Очень хороший фильм. И там очень хороший пример, если помните, да, как Бог использовал, по сути, этих аферистов, харизматов, которые лишь ездили, деньги собирали по всей Америке и проводили такое шоу, показуху, подстраивали исцеление. Ну фильм такой, как бы первая половина, я думаю, это просто про смеют наших братьев-харизматов. А потом понял, что здесь дело гораздо серьезнее, потому что именно как раз во второй половине фильма видно, что Бог использовал даже их, этих людей, чтобы начать пробуждение в таком-то городке, в этой кукурузной столице Америки. Слава Богу! Так что, я скажу так, ну, надо смотреть оптимистично на все это, и молиться, и благоставлять руководство церквей, благоставлять власти, не только светские, но и церковные, и молиться. И Бог совершает чудеса в жизни всех людей. И в рясах люди также нуждаются в спасении, как и те, кто рясы не носит. Да, интересно, для православных христиан. Вы знаете, да, в Канаде много проживают, как и на Аляске, допустим, много проживает православных христиан. 11% это много. На Аляске, насколько я знаю, порядка 10% христиан это православные христиане также. И на Аляске я много проповедовал, кстати, на границе с вашей страной, на границе с Канадой. Проводил там евангелиционное служение вот два года назад. И для православных христиан и Канады, и США скажу следующее, и тем, кто слушает нас сейчас, как и присутствующим здесь, в Заме, в Николаеве, на вот этом семинаре, что держитесь Иисуса Христа, любите Господа Иисуса Христа, дорожите Словом Божьим, читайте Божье Слово Библию. И это очень важно, потому как мы можем ходить в прекрасный храм, мы можем ходить на красивую литургию, отстоять красивую службу Божью, но если мы не переживем сами встречу с Христом и Иисусом, то все напрасно. Потому что мы оставим свой красивый храм однажды, мы однажды с этой земли ничего не возьмем, но если мы не переживем встречу с Богом, у нас впереди вечность и большие проблемы в этой вечности. Но если мы переживем Бога, приняли Христа и живем, и любим Иисуса Христа, и любим людей, окружающих нас, то у нас впереди будущее и очень хорошее будущее, вместе с Иисусом Христом. А кто не любит Господа Иисуса Христа, тому анафема, так говорит Божье Слово. Да. До встречи, друзья, до встречи в эфире и, надеюсь, в Канаде. Аплодисменты вам. Слава Богу. Я отключаюсь. У нас в положении семинара еще. У нас еще не завершился семинар. Спасибо. У нас получилось, как в анекдоте. Знаете ли, раввин, батюшка и пастор. Очень интересно. Я на эту тему тоже спрашиваю, надо же. Но дай Бог нам всем, и раввинам, и пастырям, и батюшкам, найти, на самом деле, общность. Найти общее, а общим является наш Спаситель Иешуа Маше, Иисус Христос. Это тоже для радиослушателей. Все, можем отключаться. Завершим-то. Хорошо, вернемся из Канады снова на Украину. Доброе утро, Канада. Доброе утро, Америка. Нам спокойной ночи, впереди предстоит. И много вопросов. Ой-ой-ой, это хорошо. Нет, это хорошо, что много будет пишите. Я просто постараюсь, знаете ли, по ходу семинара отвечать. Я думаю, что больше такого мы не будем делать. Я сам впервые попробовал, честно говоря, такое прямое включение. Вообще-то планировалось другое время совершенно. И не затрагивая никак семинары, я извиняюсь. Но я думаю, это было интересно тоже, да? Для разнообразия тоже. Тоже интересно. Кстати, у кого в Канаде и в США есть какие-то родственники? Мало у кого, да? Это нет, я не из налогового. Я не то чтобы там... У кого недвижимость за границей? Ну, я, значит, скажу, что молитесь за реформацию в том регионе. Там очень много украинцев. Я путешествую по западам, да и по восточным тоже побережью. Много украинцев встречаю. Украинские церкви. И хочется, чтобы люди были на самом... Разные, православные, протестантские, баптийские, пятидесятнические. Хочется, чтобы было прогружение в этих странах, в этих церквях тоже. Слава Богу. Потому что многие наши попали нам в большие проблемы. Я честно говорю. Многие попали в серьезные проблемы. Потому что многие, ну не все, конечно, но многие поехали ради колбасных интересов. И как бы, из чего греха таить, значит, попали в западню врага. Знаете ли, бесплатный сыр только в машиновке бывает. А многие хотели не работать, ничего не делать, а только лишь что-то получать и жить хорошо. Но как бы жизнь такая штука, что бесплатно ничего не бывает. А если бывает, то нам не на пользу. И скажу, что даже черные афроамериканцы сегодня многие это признают уже. И понимают, что когда, допустим, дают много всяких льгот, субсидий, да, у людей теряется интерес к работе, ну, к творчеству, к образованию, вообще ко всему. И, ну, как бы это серьезная проблема. Хорошо, господа, я хочу прочесть, ну, наверное, вопрос, ладно, на потом все-таки. Досказать, дорасскажу эту историю и будем молиться. Дело в том, что история вот о Феодоре и Свиняне, наверное, ну, такая запоминаемая история, да, скажу. Лично на меня эта история произвела такое большое впечатление очень в свое время. Когда я изучал биографии этих тиранов, этих императоров, в особенности Свиняна и его жены Феодоры, то на меня это произвело очень такое, ну, серьезное впечатление. Настолько серьезно, что я с тех пор куличи не ем на пасту. И ем на пасту, я скажу, лучше со спокойной совестью пожевать опресники, значит, чем, значит, набивать себя непонятно чем. Знаете, я недорассказал историю ту, когда на кораблях армия, была направлена Юстиняном и Феодорой, на кораблях армия византийская для того, чтобы в западной части империи навести, как бы, порядок свой. Для того, чтобы западные христиане тоже испекли себе куличи, для того, чтобы это знаки блуда выставить в церквях и в домах христиан. Представьте, силою оружия зашла речь именно об этом. И на Западе, когда узнали об этом, то объявили пост и молитву. Христиане молились, молились Папы Римские тогдашние, и епископы, кардиналы, священники объявляли пост и молитву во многие страны Западной Европы, в Италии в частности. Так вот, и Бог ответил на эти молитвы. Знаете ли, хотя не было это сезоном, как бы, этих штормов, но произошел шторм, ураган, буря, которая уничтожила фактически весь византийский флот. Вместе с армией, с десантом, все оказалось на дне Средиземного моря. Те корабли, которые уцелели, они были не способны дальше двигаться. Не то, чтобы там плыть, они лишь возвратились обратно, ни с чем. И знаете ли что, Феодора даже после этого не остановилась, не угомонилась и обвинила, знаете, в чем западных христиан? В колдовстве, что, мол, они навели порчу на нашу доблестную византийскую армию и погубили ее в пучине морской. Представляете, с больной головы на здоровую она валила на западных христиан обвинение в колдовстве. Ну, понятно, это дух Елизаветы конкретный был. И знаете, что я еще скажу? Что тогда же, при естинянии Феодории, я коротко еще объясню это, возникло еще одно лжеучение. Завтра я еще о нем немного, можно, упомяну даже. Если вы слышали что-то об апостольской правоприемственности. Лжеучение такое есть. Об апостольской правоприемственности. Оно очень популярно по сей день во многих церквях. Православных, католических и некоторых протестантских церквях. В частности, англиканские церкви, епископальные церкви также. То есть, в некоторых старых протестантских церквях оно популярно. Это учение о том, что, как бы, благодать передается вот таким образом в непрерывной цепочке руковозложений. Без слабых звеньев. Но это ложное учение, потому что его не знали первые христиане, его нет в Библии. И лишь в шестом столетии, при Феодоре и Естиняне, это лжеучение, оно было объявлено доктриной церкви. И до сих пор оно служит поводом к разделению в христианском братстве. Среди христианской церкви и поводом к такой, знаете ли, гордости, к превозношениям. Но, на самом-то деле, вся суть в том вопроса, что Дух Святой является не просто ведь энергией, которая передается каким-то образом, таким, знаете ли, а Дух Святой есть личность. Мы сейчас помолимся, и помолимся за брата Ивана, за дьякона, за его служение дьяконское в Днепропетровщине. Но, опять-таки, скажу, что дьякона, священники, епископы, кто бы мы ни были, мы не имеем права представлять себе Духа Святого некоторой энергетикой. Это личность. И если он не захочет, он не будет дышать. Если захочет, он будет. Он дышит, где хочет. Есть мысль у Духа. Некоторые христиане представляют Духа Святого не личностью, но написано в Библии, что есть мысль у Духа. Он мыслящая личность. Потом еще есть общение с Духом Святым. Как можно общаться просто с энергией? Вот, допустим, 220. Как общаться с электричеством? Знаете ли, очень короткое общение. Но Дух Святой есть личность, с которым непрестанное общение. Да, он энергия. Да, он сила. Но он личность. Слава Богу. Друзья мои, и будем молиться о том, чтобы Дух Святой сегодня он благоставил нас, собравшихся здесь, в этом здании церкви, в этом храме. Пусть Бог благоставит нас. Пусть Господь сегодня произведет чудо в наших судьбах. Если вы нуждаетесь в его исцелении, просто доверьтесь ему. Просто попросить его от всего сердца. С искренними Бог поступает искренно, а с лукавыми по лукавству их. Знаете, друзья, поэтому лучше пред Богом открыться и как есть все рассказать. Он и так все знает. Но важно признаться. Важно это сказать. Мы порой, особенно мужчины, мы порой не понимаем этих вещей, не допонимаем. И когда жены нас спрашивают, мужчин, мужей, вот любишь ли ты меня? Фак, ты что, не знаешь, мы уже 20 лет вместе или 30 лет, это по умолчанию, я тебя люблю уже. Но важно об этом говорить. И вот ты скажешь, Бог и так знает, что я грешник. Хорошо, он-то знает, но ему важно это услышать от тебя. Это признание. Очень важно. И очень важно лично сказать Богу, что Бог, прости меня. Бог готов простить любого человека. Потенциально спасены все жители нашей планеты грешной, потому что Бог за всех пролил свою кровь. Иисус Христос за все человечество пострадал. И если сегодня 6 или сколько там 7 миллиардов людей на нашей планете встанут на колени и скажут, Бог, прости нас, пожалуйста, крови Христа хватит на всех. Прощения, милости Бога хватит для каждого грешника на этой планете. Поэтому для Бога нет ничего невозможного. Он всемогущий Бог. И Он приготовил для спасения все необходимое. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И для этого Он все приготовил. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками человек Христос и Иисус, плетавший себя для искупления всех. Завтра я продолжу. Я буду говорить также о том, как возникла система многобожия. Мы подробно пройдемся по некоторым датам. Я постараюсь сказать некоторые имена, даты. Как произошло многобожие в христианстве. Как пришло неправильное представление о якобы многих дополнительных посредников Богу, помимо единственного и неповторимого посредника, первосвященника Иисуса Христа. Как эта ересь пришла в жизнь Церкви в конце 4-го, начало 5-го столетия. Она пришла из Африки, пришла из спиритизма и из многих других заблуждений. Я об этом завтра расскажу более детально. И также будет возможность распакаяться людям. Я прошу вас, друзья, приглашайте людей, тех, кто православных христиан, приглашайте людей на эту молитву, потому что темы, которые здесь звучат, каждый вечер будут звучать, на протяжении двух недель, они важны для всех. И моя мечта, чтобы как можно больше в эти две недели, предпасхальные, дни, чтобы как можно больше жителей Николаева спаслось. И чтобы как можно больше спасенных людей обрело свободу в Иисусе Христе, чтобы цепи падали греха, чтобы люди освобождались от религиозного оккультизма, от многобожия, от многих идолопоклонств, многих других проблем. Многие протестантские верующие, допустим, думают так порой, что проблема, допустим, идолопоклонства, оккультизма, она только лишь для православных христиан является проблемой, но не для нас. Хотя, на самом-то деле, по большому счету, это проблема для всего тела Христа. И всем нам нужно что-то предпринять. Просто в каждой динаминации, в каждой церкви есть свои особенности, путей освобождения. Но принцип тот же самый. Взираем глазами веры на Иисуса Христа. Из любой проблемы есть выход. Это сам Иисус Христос. Он себя сравнил вот именно почему хочу завершить-то предмолитвой скажу. Он себя сравнил с медным змеем в 3 главе Иоанна. Он сравнил себя с тем змеем и змейки, которого поставили на видное место Моисей во время Великого Исхода. И люди смотрели на медного змея с верою и они исцелялись. Они получали исцеление. Они были живы от укусов этих страшных змей. Каково? Нам сейчас нормально, да? Мы сидим в зале хорошем, но представьте, если сейчас допустим, вдруг среди собрания появилось во множестве всяких змей. Я помню, когда в Израиле там насчет страшный ядовитый паук в магазине появился, там столько было визгу всех туристов как корову слезало из магазина. Быстро, люди не очень поворотливые, очень быстро проворно выбегали пулей оттуда. И пока этот араб хозяин ловил этого большого паука, вызвали полицию, потом убрали эту пакость. Я так посмотрел со стороны, но людям было не до шуток, когда ядовитый появился там. Люди кричали, орали, визжали. Я был в Австралии, и я попадал в одну переделку тоже. Я жил на квартире у одного брата, бывший ортодоксальный иудей, вырос в хасидской семье, кстати, закончил Ишиву и собирался быть раввином, но Бог пришел в его жизнь, в его судьбу. Иисус Христос, Мессия Ишуа. И мы вместе с ним, он плохо по-русски говорил, но я еще хуже по-английски, но мы находили как-то общий язык, договаривались обо всем. И потом мы выехали на природу, потому что мое путешествие по Австралии уже заканчивалось, а я до сих пор не видел ни одного живого кенгуру в природе. Но я же в городе был, какие там кенгуру? А дети все мне говорят, папа, ты видел кенгуру? Ну как-то стыдно, что был в Австралии и видел кенгуру. Я говорю, брат, как хочешь, то надо кенгуру видеть. Хорошо, поехали. Мы приехали, но там, где кенгуру, там много всяких змей. В Австралии проживает примерно половина всех змей нашей планеты. Представьте себе, ну, гадюшник такой. И при том, они все там ядовитые, как правило. Там нет таких кушиков, значит, безобидных. Они все какие-то опасные, все какие-то ядовитые. И вот нас угораздило залезть в дебри, ну, правда, ради кенгуру. Вот именно такие кенгуру, которые нам нужны были, они, ну, людей не очень, как бы так, любят, и они подальше в глушь залезают. И вот, и мы залезли к ним в дебри. Фотосессия. Мама, папа, и ход просто прямо передо мной. И ничего, симпатизируют нормально, я там фотографирую. Вот выходим, дедушка их не кенгуру стоит. С бородой. Представьте, я не знал, что у них борода бывает. Вот реально, стоит кенгуру. Тот был вообще Никт Ферштейн, он как бы не реагировал, прям близко его снимал, он как бы что себе, живет себе и все. И пошли обратно, обратно к машине. И вот здесь набрали мы на вот этих змей. Их было немедленно. Вот, но самая большая, для меня было, стресс был такой, вот, змея, большая проползшая, прямо вот передо мной. Я просто онемел. Так просто, знаете, вот, по реакции брата я понял, что у нас проблемы. Но она была передо мной, эта проблема. Короче, потом уже он показал мне на страничках, вот, что за змеи были там. Короче, то, что мы рассмотрели, это была большая коричневая австралийская змея, укус очень смертельный, одна из самых опасных змей на планете вообще. То есть, одно дело по дискамере смотреть это все, другое дело в ней, 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 движется, и теплое, как бы, надо, не надо, и она кусает, как бы, тем более, если ее гнездо там, а нам просто повезло, Бог просто помиловал, она не тронула нас, и прошли мы мимо этого ганюшника дальше к машине. Но мы не успеем это бежать до машины, потому что здоровый человек, который, мужчина, допустим, не пьет, не курит, спортом занимается, ему где-то минут пять жить, значит, после укуса этой змеи. Если, значит, как бы, у него проблема, значит, со здоровьем, то, ну, минуты две-три в его жизни. То же самое, примерно, для женщины и для ребенка. Минуты две-три жизни. А, значит, потом все парализуется, и смерть наступает. Что интересно, я подумал так, я потом смотрел программу специальную такую, об укусах этих змей, и там показывали людей, которые пережили эти укусы опаснейших змей на планете, вот, гюрза, там, гремучий змеяныш, там, кобра, и как они выжили, их свидетельство, как можно помочь человеку при укусе, экстремальном ситуации, когда нет ничего под рукой, буквально, можно таки спасти человека, оказывается. Используя даже порой аккумуляторов на автомобиле. То есть, есть уникальные просто ситуации, когда это все работает. И вот, но я подумал так, ведь вышедшие из Египта, они попали в такое место, где были ядовитые змеи. Кстати, там стоит слово очень интересное, еврейский оригинальный текст говорит, что это были непростые змеи. Бог сверхъестественно привел этих змей туда. Это были сверхъестественные змеи, и они были ужасно ядовитые, и люди ужаленные умирали. И представляете себе, и вдруг Моисей, как пастор, он кричит, люди, пожалуйста, не смотрите на этих змеях, не смотрите на укушенных, братьев, сестер, или ваших детей, или жен, или мужей, или родителей, не смотрите на все это, а смотрите на медного змея. Я не знаю, решился ли бы я вообще. Знаете ли, вот каково увидеть, допустим, кого-то еще в семье, ужаненного, да? Каково, если тебя самого уже ужанила змея, и ты уже немеешь. Но надо было через не хочу, через все страхи переступить, через все ужасы, и просто посмотреть на этого медного змея, и смотреть. Эти змеи шипят, и говорят, вот они, смотри на нас, а то же мнение, уйдите, я смотрю вот на того медного змея. И знаете, ведь самое интересное, когда смотришь на медного змея, то змеиный яд уходил. Действие яда прекращалось, люди исцелялись, люди были живы. Змея другая раз, кусает, кусает, что за евреи? Их, как не кусай, они все живы. А потому что они смотрели на медного змея, и они были исцемены. И вот сейчас, господа, скажу, в этом мире столько змей, всяких, столько змей греха, проклятий, беззаконий в этом мире. В таком гадюшнике, порой мы находимся, знаете ли, в разных местах, но, нашей планеты. Так вот, духовные эти змеи всевозможные, и что делать нам, укушенным, что делать нам, тем, которые устрадают, этих укусов, взирать глазами веры на Иисуса Христа. Взирать на Него, и раны исцеляются, яд уходит. И не только отдельный христианин может таким образом получить исцеление, освобождение, да, но и целая поместная церковь, и целая динаминация, если будем взирать на Иисуса Христа, любить Его от всего сердца, яд этих оккультных вещей всевозможных, заблуждений, ересей, он будет уходить, яд греха, беззаконий, проклятий будет уходить, взираем на Иисуса Христа, друзья мои. Давайте встанем, возлюбленные братья, сестры, и взирая на нашего Господа, Бога и Спасителя, взирая на Иисуса Христа, праведника, который пролил за нас свою драгоценную кровь, просто будем просить Бога о милости. Если ты чувствуешь, что в тебе есть яд этот, греха, или проклятие, бывает не ты сам укушен, а в твоем роду уже, уже укушенные каким-то грехом, что делать тебе? По сути, вот как бы, у нас один выход, есть много всяких советов, добрых, хороших, но есть один выход реальный, взирать глазами веры на Иисуса Христа, взирать на Него, думать о Нем, размышлять о Нем, любить Его от всего сердца, и Бог совершает, чудеса в наших судьбах. Я обращаюсь ко всем присутствующим, кто хочет сейчас покаяться, примириться с Богом впервые, или может быть не в первый раз уже, но вы хотите восстановиться с Богом в взаимоотношениях, вы хотите вернуться в Дом Отца, прямо сейчас, пожалуйста, выходите вперед, и мы вместе помолимся молитвой покаяния, молитвой взирания на Иисуса Христа, будем говорить Иисусу Христу, что Он наш Господь, Бог и Спаситель, и ни в ком Он нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Пожалуйста, выходите сюда, мужчины, женщины, юноши, девушки, бабушки, дедушки, те, кто хотят покаяться, примириться с Богом, с Святым Богом, признать Иисуса Христа, Господом Богом, Спасителем Своим. Слава Богу. Пожалуйста, выходите, да. И дорога, смотрите здесь. Важно выйти, почему? Потому что сам Иисус сказал, что кто при людьми Меня исповедует, того и Я исповедую пред Отцом, и пред Ангелами. И Господь сегодня, Он соглашает чудо в наших судьбах, Он соглашает прощение, исцеление, освобождение. Слава Иисусу Христу. Слава Богу. И обращаюсь к нашим зрителям также. Прошу вас также отнестись очень серьезно к этому. И покаяться там, где вы сейчас находитесь. Покаяться. Но когда вы будете иметь возможность быть в церкви, и вот так вот выйти вперед, и призвать имя Господа Иисуса Христа, назвать Его своим Спасителем, Господом и Богом, не упустить это время, это шанс, и совершите это покаяние в церкви. Пред людьми очень важно сделать это исповедание, это заявление. Слава Богу. И осознавая свою греховность, осознавая, что Бог Святой любит нас и отдал Сына Своего за нас, давайте вместе, особенно вышедший вперед, наши зрители, все присутствующие в зале, давайте помолимся этой молитвой, и скажем, Бог, прости нас, Бог, прости меня грешного. Давайте закроем глаза наши и пред лицом всемогущего Бога, который сейчас среди нас, Иисус сказал, что где двое или трое собранного имя Мое, там и Я посреди них. Он сейчас посреди нас, пред Его лицом святым, скажем, Бог, прости нас, пожалуйста. От всего сердца только договорите. Скажите, Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, Ты мой Бог. Поговорите с Ним сейчас от всего сердца. Попросите милости, попросите прощения в грехах. И знайте, что Бог, Он прощает. Прощает человека. Во Христе Иисусе есть новая жизнь для каждого человека на земле. Давайте скажем вместе такие слова сейчас. Скажем, Бог Святой, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с верой, надеждой и любовью. Благодарю Тебя, Господь. Ты отдал Сына Своего за меня и за всех нас. И Иисус Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня грешного. Ты умер за меня и Ты воскрес для нашего оправдания. И Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Бог, Ты мой Спаситель. Благодарю Тебя. Ты моя новая судьба. Уповаю на Тебя. Духом Святым Своим наполни меня. И во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от дьявола, отрекаюсь от всех бесов, отрекаюсь от греха и проклятия, от болезни и беззаконий. Во имя Иисуса Христа. И Иисус Христос моя судьба, жизнь моя, истина, свобода моя. Аминь. Бог Святой, я благодарен Тебе за всех вышедших вперед. И как сказал Ты, исполни это слово свое. Тех, кто прилетли Тебя, исповедуют. Боже, назови их имена на небесах. Пред Отцом, пред ангелами, произнеси их имена сейчас на радость всем ангелам, на радость всем небожителям, Духом праведе, когда достигши совершенства. Господь, пусть все небо сегодня торжествует, Боже, и слышит их имена, Боже, и на зависть, на поражение всех бесов. Во имя Иисуса Христа. Пусть их имена сегодня будут провозглашены, а мы вместе, со всеми ангелами, со всеми небожителями, просто радуемся и благодарим Тебя за милость Твою, Боже, за благодать Твою, Господь, за спасение, за жизнь, за исцеление, Боже смогущий, благослови нас сейчас. Аминь. 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 Я попрошу еще, Ивана, вы сейчас вперед. Я попрошу Анастасию выйти тоже и сделать снимки. И попрошу всех вас молиться сейчас за Ивана. Мы эти пару минут сейчас посвятим этой молитве. Иван, выйти вперед, выйти вперед сейчас и встанем на колени. Это пред Богом. Молитва сейчас совершаема за молодого этого служителя, который пусть в Днепропетровской области поработает и там, куда Бог может дальше его призовет, не только в Днепропетровщине. И пусть Господь в его лице сейчас благословит тех людей, которые доверяют ему как служителю в этих селах и там в Родженикидзе, в других городах, куда Бог его дальше поведет. Слава Иисусу Христу. И благоставляйте эту общину, благоставляйте этих людей, которые мы сейчас как бы глазами веры лишь видим, да, но в которых я в мае уже дозвол посещу и помолюсь вместе. И благоставляйте Ивана, его судьбу дальнейшую, благоставляйте дух, душу и тело его, его служение. Помолитесь за него, пожалуйста, друзья. Я верю в силу этой молитвы. Я прошу вас всех молиться. И также Бог пусть вышлет своих делателей и сюда в Николаеве новых служителей призовет молодых, пожилых, разных людей, мужчин и женщин, благовестников. Слава Иисусу Христу. Бог Святой во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за Ивана, Божий, и от лица всех собравшихся, всех молящихся, Божий, я молю, Господь, Тебя, Божий, и от лица всей Церкви нашей, Господь Божий, и самогущий. Потому что в согласии с нашими священнослужителями я молюсь также и прошу Тебя, Господь, благослови Ивана, Божий, который несет служение непростое, Господь Божий, дьяконское служение. И, Боже, пусть, Господь, с сегодняшнего дня, Господь, Его служение, оно будет качественно иным, новым, лучшим, совершенным, Господь. И дай Ему Слово, Господь Божий, для людей. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Пусть грешники каются, пусть бесы выходят из людей и люди освобождаются, пусть больные исцеляются через Его служение, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть нуждающийся имеет в исполнении своих нужд, Господь, в Его служении, во имя Иисуса Христа. Божий, и в его лице благословляет всю общину, Господь, людей, Божьих, которые во имя Иисуса Христа в церкви или которые будут сейчас в церкви во имя Иисуса. И прошу Господа также, ты, Господин жатвы, благослови своего делателя и вышли новых еще делателей, Господь, на жатву своего этого последнего времени, Господь. Вышли своих делателей и здесь, в Николаеве, Господь, в Николаевской области, как и в Днепроветровщине, Господь, Божий, и по всем другим регионам Украины, во имя Иисуса Христа, Божий всемогущий, благослови во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Благословяем Днепропетровщину, Днепропетровскую область. Дорогие друзья, вопросы беру и я буду отвечать в следующие дни уже завтра. Да, пожалуйста. Давайте воздадим Богу большую славу на служение архиептистка Харжа Раблева. Спасибо. Аминь. 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 Продолжение следует...